Сегодня мы поговорим о патентах на роботы-курьеры. Это маленькие, но очень умные машины, доставляющие посылки пользователям, поэтому их еще называют автономные доставщики. Из этих патентов вы узнаете, как такая маленькая машинка ориентируется куда ехать в большом городе, как она переезжает в бордюры и поднимается по ступенькам, как и кому робот-доставщик отдает посылки, как роботы-доставщики защищены от воровства и конечно же какие инструменты 3 смогли бы быть использованы в этих изобретениях. А у меня к этим маленьким машинкам есть еще много вопросов. Где они ночуют? Когда они возвращаются домой? Спят ли они? Где в конце концов живут? Узнаем из патентов. С вами Валерий Прушинский и я рассказываю об изобретениях и патентах с точки зрения теории решения изобретательских задач или просто ТРИС. Сам я изобретаю с помощью ТРИС и недавно об одном из моих патентов опубликовали статьи Forbes, Digital Trends и многие другие цифровые издания. Ссылки сейчас находятся за мной и под видео. Сегодня я расскажу о патентах на роботы-курьеры и о приемах, тенденциях и инструментах ТРИС, которые можно было бы применить в этом случае. И начнем мы с одного из патентов 2015 года. Это ранний патент под номером 925-68-52, платформа автономной доставки. Как вы видите по этому рисунку, изобретатели предложили беспилотную машину, то есть машину без водителя. Так вот, как перейти от обычной почтовой машины с водителем к автономной машине? Наверное, это одна из первоначальных идей, что робот-доставщик со множеством ящиков, которые могут запираться на цифровой замок. И идея этого патента довольно проста. Робот-доставщик подъезжает к месту доставки, посылает сообщение получателю. Получатель выходит, открывает ящик специальным кодом, полученным им в сообщении, забирает посылку и автономная машина уезжает. Но, на мой взгляд, все это слишком похоже на обычную курьерскую доставку. Между прочим, так почти всегда происходит в истории технической эволюции. Люди пытаются убрать человека из технической системы, но изобретатели на первом этапе обычно проектируют новую систему на старом человеческом же принципе. И часто на первых парах получается примерно как паровоз с ногами. Кстати, это патент Google. Как говорится, и на старуху бывает проруха. А в ТРИС эта тенденция называется вытеснение человека из системы. А сейчас поговорим о реально свежей идее, запатентованной в семнадцатом году. Это патент 974-1010, система и метод для безопасной доставки посылок разным получателям одной машины. И это, наверное, одна из первых в торопях нарисованных иллюстраций к этому патенту. Видно, что изобретатели только начали всерьез думать о своей идее, но уже решили застолбить ее патентом. И вот этот вот неказистый ящик совсем не похож на будущую красивую шестиколесную машину для доставки, разработанную компанией Starship Technologies. Рядом человечек. Это клиент. Робот-доставщик изображен на этом рисунке в виде обычной коробки на колесах. Он может доставлять сразу несколько посылок разным клиентам. Приехав по адресу клиента, он посылает ему сообщение на смартфон, клиент его получает, выходит из здания к роботу, вводит команду на то, чтобы открыть коробку робота-курьера, полученную после оплаты его заказа. Крышка открывается, а там сюрприз, несколько посылок. Что делать? Изобретатели решили вделать в каждую посылку, в ее упаковку специальный идентификатор, который может считываться бортовым компьютером машины. И это могут быть и RFID таги, или просто штриховой баркод, который может считываться компьютером. И если клиент забирает свою, то есть правильную посылку, то робот-курьер просто едет дальше. А если нет, то робот сообщит ему текстом или предварительно записанным сообщением, голосовым сообщением, что он взял не свою посылку и вежливо попросит его взять свою посылку и вернуть чужую посылку назад в ящик в контейнер робота. Следующий вопрос. Как роботы-курьеры узнают, куда им ехать? Конечно, изобретатели предложили роботам-курьерам, доставщикам доступ к системе позиционирования GPS и поставили камеры и другие сенсоры, которые помогают роботу-курьеру передвигаться в городе и находить адрес доставляемых упаковок. Но что, если робот столкнулся с особо трудным препятствием, например, с гигантскими лужами, про которые непонятно, можно ли через них перебраться вброд или надо объезжать, чтобы, не дай бог, не утонуть в этих лужах? В таких случаях на помощь машине приходит человек-оператор и выручает его. Вы видите на этом рисунке оператора, сервер нашего робота и место доставки. То есть, предполагается, что большую часть времени в стандартных условиях, предусмотренных его программой робот двигается сам, а в сложных условиях через сервер связывается с человеком и просит его о помощи. И это очень сильный подход. В ТРИС такой подход называется объединением альтернативных систем. И здесь ручное управление объединили с роботизированным. И это и позволяет одному оператору помогать многим роботам-курьерам, ведь не все же они сталкиваются с проблемами на своем пути одновременно. Заметим здесь, как еще работает тенденция на вытеснение человека из инженерной или технической системы. С одной стороны, человек вытесняется с простой, обычно физической работы, а с другой, человек втягивается в более интеллектуальную работу, так как от оператора требуется гораздо больше знаний. И что интересно, вот в городах, где эти машины уже проходят испытания и тестирования, за ними ходит множество любопытных людей, снимающих их на смартфоны. Сам я помню, что когда мы купили свой первый самобеглый робот-пылесос лет 10 назад, то поначалу все время сэкономленной на уборке тратили на наблюдение за тем, как он убирает квартиру. И было любопытно, почистит ли он в закутке за холодильником на кухне, не запутается ли в проводах, не упадет ли со ступени, заедет ли за диван, и как он выберется из-под кровати. Сейчас-то домашние роботы-пылесосы уже никого не удивляют. Привыкнут и к роботам-курьерам. Следующий вопрос. Как роботы-курьеры поднимаются по ступенькам? Разберемся с другой патентной заявкой 2018 года. Это заявка 229-572 «Системы и методы преодоления вертикальных препятствий». Посмотрите на этот рисунок. По рисунку видно, что у этих машин 6 колес, разделенных на 3 пары, поднимающиеся и опускающиеся отдельно. Поэтому они легко переезжают через небольшие препятствия, бордюры, и легко поднимаются по широким ступенькам. Этот процесс изображен на следующем рисунке. Машина подъезжает к первой ступеньке, упирается в нее, поднимает первое шасси, двигается вперед, наезжает передними колесами на препятствии, а потом проделывает все то же самое с колесами средней и задней оси. Заезжая на препятствия. В данном случае, по-моему, для этого изобретения лучше всего подходит прием дробления, советующий разделить объект на части, а именно в этом случае это наше шасси, и прием повышения динамичности, одна из рекомендаций которого, советует разделить объект на части, которые способны перемещаться друг относительно друга. Об этих приемах мы уже говорили в наших предыдущих видео. А где же живут роботы-курьеры? Неужели изобретатели сделают огромное здание или гараж, похожий на муравейник или улей, как это изображено в патенте 17-го года, скорее в патентной заявке 175-413, многоуровневый операционный центр беспилотников, в данном случае летающих, поданным компанией Амазон. Об этом и о том, с какой скоростью и насколько далеко может уехать робот-курьер, как он доставляет еду, ведь она может остынуть, как маленьким доставщикам не путаться под ногами пешеходов, если они будут ездить по тротуарам, вы узнаете в следующий раз. А как вы уже, наверное, заметили, сильные изобретательские приемы и тенденции по-прежнему можно выявить в патентах современных компаний до следующей недели. А если вам нравится наше видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.